Здравствуйте, дорогие друзья! И начать вот эту передачу я хочу с, знаете, какими словами? У возраст осени, не дай душе зарыться, В минувших дней осенний листопад. Пусть бархатный сезон продлится, И мигу жизни каждый будет рад. Вот эти слова я хочу адресовать нашему сегодняшнему гостю Анжелы Харитоновой, потому что то, что она организовала в городе, в общем-то и продляет нашу жизнь, бархатный сезон и осень, и праздники, и мы оказываемся в гуще самых разных событий. А это сообщество, группа «Нескучный Орск», которая создана в «Контакте», в «Контакте», «Инстаграм», и теперь и в «Одноклассниках». И ее создатель, автор идеи, наверное, и как это сейчас называется, блогер? Блогер. И блогер Анжела Харитонова. Поэтому я, конечно, приветствую Анжелу на телеканале «Евразия» и представляю вам как вот такого необычного блогера, который рассказывает о чем. Вот и спросим, как пришла идея создания группы «Нескучный Орск». Вы знаете, Татьяна Александровна, вы, наверное, очень удивитесь, потому что идея пришла от обиды, от обиды за город Орск, когда его назвали неинтересным, и что у нас ничего такого захватывающего для людей, приезжающих сюда, не происходит. Для нас это удивительно, потому что мы знаем, что у нас очень интересные люди, очень интересные события происходят. И у меня такая обида захлоснула меня, и я решила, не быть такому. Не будем мы называть свой город скучным, неинтересным. Он у нас нескучный Орск. Прекрасно. Итак, какая цель у этой группы? Цель, прежде всего, была сначала познакомить не горожан даже, а гостей города с теми событиями, которые происходят в городе Орске в момент их проведения, когда они гостят у нас в городе Орске. Я хотела предоставить анонс событий интересных для широкого круга гостей, что они могли бы посетить во время своего путешествия в наш город Орск. Понятно. А когда вы успеваете все это мониторить, писать, фотографировать, представлять эти события? Для этого нужны помощники или работаем в одиночку? Помощники. Начинала я в одиночку, конечно. Потому что это были просто первые шаги, как у первоклассницы. Так как первоклассники учат А, Б, В, так же я начинала учить. Конечно, потом появились помощники какие? Сами подписчики сообщества, группы. Они присылают мне новости. Я их рассматриваю. А сейчас, конечно, уже можно посмотреть по самой ленте новостей, что от кого больше всего поступляет новостей, конечно, это мои помощники. Конечно. Невозможно быть одной в семи лицах и везде успеть в городе, потому что происходит событий очень много. У нас очень талантливые, разноплановые, творческие люди живут. Я всегда этим и горжусь. Я говорю, у нас есть самоцветы, уральские самородки. А у вас что, простите? Ну, орловские рысаки. А у нас самоцветы и самородки. Это наши люди. Ну, как относятся близкие в вашей группе, друзья, знакомые? Поддерживают или, так сказать... Нет, не так сказать. Поддерживают. Поддерживают, да. Подсказывают, направляют, проверяют, как говорится, чтобы не упасть уже, как говорится, поддержать марку. Это благотворительная работа? Конечно. Это социальная благотворительная работа. То есть это социальный проект? Да, социальный проект. А есть какие-то достижения вот у вашей группы? Ну, наверное, для каждого существует своя высота. Для кого-то забраться на Эверест, это, как говорится, раз-два и дошагал туда. А кому-то трудно подняться на пятый этаж пешком. Но у меня есть такие достижения у моей группы. И благодаря, конечно, не только мне одной, но и моим помощникам. Могу похвастаться. Нас смотрят, читают и обсуждают в Нью-Йорке и в Лондоне. Да вы что, тоже арчане бывшие? Нет. Это абсолютно, как говорится, граждане другой страны. Да вы что. Да. А какие темы вот группе интересно освещать вам? Мне интересно освещать те темы, которые актуальны на данный момент. То есть то, что происходит календарно. То есть праздники, события. Выставки, наверное. Выставки, да, конечно. Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия, культурные, художественные, только искусство. И интересны те мероприятия, которые проходят, ну можно сказать, что частным образом, но люди занимаются творчеством вдохновенно и не принадлежат какому-то определенному кругу общения. То есть клубы поинтереснее получается. Они приглашают осветить их события. Пожалуйста, мы летим на крыльях, освещаем, рассказываем. И затем уже горожане наши знают, что да, существует такое мероприятие, существует такой круг интереса, к которому можно присоединиться, можно просто поинтересоваться, прийти, но узнать, что жизнь в городе Орске бьет ключом и не гаечет. Да я по своим проектам это знаю. Сколько концертов мы проводим в году. Поэтому острые социальные вопросы вы тоже освещаете как-то? Вот как Орск.ру, как телеканал Евразия, который постоянно рассказывает, что такие новости передают еще что-то. Это, наверное, было бы интересно, если бы я была профессионалом в этом деле. Но у нас есть профессионалы, на которые мы должны равняться, и которые для нас являются путеводной звездой. А вот кто в городе для вас профессионал? Ну это, конечно, Ор.ру, это, конечно же, Евразия. Там работают прекрасные действительно профессионалы своего дела, на которых, во-первых, очень интересно смотреть материалы, предоставленные ими, интересно наблюдать их за работой. Когда мы встречаемся на одних и тех же мероприятиях, работают они, и я, как такой первоклашка, смотрю на профессоров своего дела, и я любуюсь иногда их работой, потому что как они общаются с людьми, как они входят в курс дела того материала, который они должны представить, как они находят ракурсы, чтобы человек выглядел красивым и сам себе понравился. Поэтому да, у нас есть такие профессионалы в своем деле, на которых мы должны равняться. И поэтому пускай они предоставляют материалы о социальных, о политических каких-то мероприятиях. Это уже их прерогатива. Ну и ваши какие планы на перспективу развития вашего вот этого блога, вот этого сообщества «Нескучный Орск»? Планы, чтобы не было скучнее. Планы на веселье. Да куда уже? Куда скучнее? Зима впереди. Чем больше событий, тем больше мероприятий, чем больше арчан предоставляет свое творчество на других территориях, и мы о них будем рассказывать, тем лучше. Поэтому мы развиваемся вместе с городом Орском. И не важно, будет ли это большой город, будет ли это маленький, тем не менее жизнь должна вкипеть. Ну и, конечно, вот закончить нашу встречу с блогером. Я хочу стихотворением. Я не поэт, конечно. Но каждый раз, когда я встречаюсь с такими интересными людьми, у меня появляются какие-то строчки, я их записываю. Вот. Есть способ один от проблем убежать. Однажды проснуться и честно сказать, я никому ничего не должна. И чашу страданий, и спила до дна. Но есть в моем сердце незримый огонь, который позвал нас таких на гармонь. И вдруг стрепенулась с подружкой душа, шепнула, что я все еще хороша, что жизнь быстротечна, что надо успеть пожить для себя, песни хором попеть. Концерты, девичники, волжский круиз. Быть с теми, кто выбрал такой же девиз. Хожу в ресторан я, танцую, пою, общаюсь с ровесниками, всех я люблю. Кто трудится, крутится, вечно творит, в работе, на людях, не ноет, горит. Чья жизнь – это высшие энергии свет. И каждый мой вздох состоит из побед. И каждый мой шаг – это лестница ввысь. К слиянию с высшим. Зато и держись. Прощайся. Браво. Браво. Тадьяна, пиши еще. Дорогие, впереди долгие зимние вечера, но не скучный Орск. Играй гармонь. И телеканал Евразия не даст вам замерзнуть, не даст остыть вашим душам. Мы будем также радовать себя и каждый прожитый день. Всего доброго. До свидания. До свидания.